Девушки отдыхают Мать-одиночка Хазана Азербайева пришла на эту встречу с депутатами с надеждой, что ее проблема решится. Четыре года назад женщина развелась. С тех пор муж не платит алименты двум дочерям. Сумма долга сегодня составляет более полутора миллиона тенге. Я обратилась в суд, чтобы обязать бывшего супруга платить алименты. Судебные исполнители сообщили, что у него нет имущества, работа временная. Но четыре года человек же на какие-то средства существует, но помочь своим детям не может. Меня задевает то, что законы и те, кто их должен исполнять, не защищают нас в полной мере. Депутат Магирам Магирамов привел данные официальной статистики. В Казахстане около 30 тысяч злостных неплатильщиков алиментов. Они задолжали своим детям 2 миллиарда тенге. В итоге сегодня выплаты не получают порядка 300 тысяч детей. Парламентарии обеспокоены тем, что законодательные меры по взысканию алиментов на практике оказались неэффективны. Поэтому и предлагают правительству создать алиментный фонд. В Казахстане также предпринимаются меры по взысканию алиментов на детей. Но насколько эффективны эти меры, цифры, приведенные выше, говорят сами за себя. Пора уже осознать, что наиболее действенный способ решения проблемы взыскания алиментов на детей – это создание государственного алиментного фонда. Предполагается, что выплаты фонда будут в виде пособий детям, родители которых уклоняются от выплаты алиментов. Таким образом, государство обеспечит поддержку неполной семье и само будет разбираться с неплательщиками и возвращать деньги в фонд. В мире опыт Франции, Латвии, Литвы и Польши по созданию государственных алиментных фондов стал эффективной мерой решения проблемы. Но, конечно, нужно отметить, что в Казахстане имеется ряд проблемных вопросов по исполнительному производству, в частности, по связанным с алиментами. И мы на сегодня принимаем меры, в том числе и кардинального уровня, по разрешению данной ситуации. По действующим законам, родители, которые уклоняются от выплаты алиментов, должны быть лишены имущества, а также право выезжать за рубеж. Их счета могут арестовать, а самих оштрафовать, либо посадить за решетку. Но на практике это происходит нечасто. Поэтому компетентные органы намерены принять комплекс мер. Законодательных хотим нести изменения, во втором полугодии будет на МВРГ при администрации президента, это по расширению компетенции судебного исполнителя. По введению стоп-карт, это когда, допустим, образно говоря, запретить должнику по алиментам летать самолетами, либо бизнес-классом. В целом, там вопрос возникает, кондиционное право на передвижение, потому что, как показывает, выезд за рубеж, он не дает эффекта в каком плане, потому что вот эта категория проблемных алиментов, они за рубеж не ездят. Что касается самих выплат, напомню, до 2014 года для безработных отцов и матерей алименты исчислялись как одна четверть от минимальной заработной платы. Три года назад в закон о браке и семье внесены поправки и алименты стали считать от среднемесячного дохода казахстанцев по стране. Суммы выросли, но ситуация не изменилась. Нерадивые родители продолжают уклоняться от своих обязательств перед детьми. Мы сегодня найдем и выскажем, будет правильно после этого высказать и подготовить соответствующие рекомендации министерствам и ведомствам. Вы знаете, что парламентский контроль сейчас усиливается и думается самостоятельность правительства последними конституционными изменениями повышена и общими усилиями все-таки можно найти решение проблемы. Парламент в поисках новых, более действенных мер по взысканию алиментов. Кроме создания фонда необходимо разбираться в причинах, из-за которых рушатся семьи, считают депутаты. И здесь немало социальных проблем, которые нужно решать. Сегодня в нашей стране, по официальным данным, около полумиллиона матерей-одиночек. Им необходима поддержка государства. И это не только финансовая помощь. Речь идет об охране материнства. Данный приоритет прописан не в одном законе. И теперь механизмы реализации этого преимущества депутаты намерены взять под свой контроль. Это был проект закона на телеканале Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова